Сотрудники Минобороны России сплессифицировали фотографии, связанные с крушением пассажирского самолета в Донбассе. К такому выводу пришли независимые эксперты из британского проекта журналистских расследований BillingCat. Основатель BillingCat Эллиот Хиггинс и его коллеги провели сравнительный анализ изображений растений и структуры почвы на спутниковых снимках от российских силовиков с фотографиями сервиса Google Earth. Журналисты заключили, что по меньшей мере две из шести фотографий были обработаны в графической программе Adobe Photoshop CS5. Сами снимки были сделаны в июне, а не в июле, то есть до авиакатастрофы. Напомним, фото, которые были представлены российскими Минобороны на международной пресс-конференции вскоре после крушения Боинга малазийских авиалиний, были использованы Москвой, чтобы возложить ответственность за трагедию на Киев, в частности на украинские ПВО. Сейчас мы планируем наш следующий шаг. Bellingcat проводит сбор средств на покупку снимков частной компании Digital Globe. Собственно, место этой авиакатастрофы как раз в момент трагедии плюс-минус пару часов. Возможно, необходимая сумма уже собрана. Эти снимки не бесплатные, они стоят довольно дорого, минимум по 1200 долларов каждый, но они намного более четкие и дают гораздо больше деталей. Мы надеемся собрать деньги в интернете, купить эти фотографии, тщательно проанализировать их и сравнить с фото, которые обнародовали российские власти. Должен сказать, что если вы не верите в сумасшедшие теории заговора, Digital Globe очень авторитетный источник, им можно верить. Не уверен, сможем ли мы изменить ход этого расследования, которое проводит правительство Нидерландов, но мы можем внимательно изучить всю доступную информацию. Например, уже сегодня мы видим, что практически каждое утверждение, которое российская Миноборона озвучила на пресс-конференции 21 июля, было либо опровергнуто, либо поставлено под серьезное сомнение. Напомню, самолет малазийских авиалиний, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившихся на борту, погибли. Пророссийские сепаратисты тогда заявили, что пассажирский лайнер был сбит украинским истребителем. В Киеве же уверены, что Боинг был сбит сепаратистами с использованием российской противовоздушной системы БУК.